Господи, на весенней сессии закончится принятием закона о смешанной выборной системе, системе вне иду Государственной Думы. Поэтому вполне логично, что закон будет принят и в Петербургском парламенте. И вот, значит, новая жизнь, совершенно новые условия, уже прямые выборы губернаторов идут. Я думаю, что надо именять систему выборов не депутатов, а то логично, что смешанная система, что мажетарный принцип. Поэтому я не вижу здесь ничего такого необычного. Жизнь диктует новые совершенно условия. Вадим Николаевич, буквально в двух словах, наши участники до вашего преподавателя высказывали мнение о том, что этот проект выгоден, прежде всего, сторонникам Единой России. Вот этот момент вам может быть? Нет, ну я, еще раз, я на эту тему говорю, что это, во-первых, не то, что кому-то выгодно и выгодно. Во-первых, есть, значит, реально, значит, ну, по факту принятый закон, вот, в весенние сессии Госдумы. И логично, чтобы эта зона распространения была и, значит, на Российской Федерации, в том числе и региональные тоже органы власти избирались тоже по этому принципу. То есть это логично, как минимум. Второе, хочу сказать, что, значит, если мы говорим по фактам состоявшихся последних выборов, это, конечно, очень ненормально, скажем, и неестественно, когда ряд округов не имеет своих депутатов. Ну, это, понимаете, да, понимаете, был принц закон, был принцип партийный. И, конечно, есть определенные там плюсы были, но по факту, по факту мы видим, что депутаты, вернее, округа без депутатов. Это первое всего. Поэтому, конечно, это требование жителей, избирателей, и мы не можем на это не реагировать. Это как, понимаете, как данность. Вот, я думаю, что с этим никто не может не согласиться. И здесь уже совершенно логично, если ты нормально работал в округе, значит, если ты сделал много половинных дел, в том числе защищал скверы, парки и сады, значит, активно работал с жителями у всех там программах, то есть, грубо говоря, значит, авторитетный в хорошем смысле, значит, житель, да, я имею в виду, чтобы под правильное понимание этого слова, то есть, естественно, ты получишь поддержку. Если кто прятался за ширму партийной принадлежности, да, за некое большое тело партии, и там где-то выглядывал из подмышки, конечно, тому очень страшно один на один идти с избирателем, и понятно, что в этой ситуации он может просто не получить поддержку. Вот и все.